всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который я назвала застой в моей жизни вот мы посмотрим в общие такие моменты да почему вашей жизни на данной на данном этапе то что вы проживаете есть застой я не буду смотреть конкретные сферы а в общем посмотрим посмотрим значит колода про тебя метафорическая это все они тоже метафорическая мужская колода и вы пока определяетесь позициями до камешки перед вами так уж тут не освещал до голубой и красненький зелененькие первая вторая и третья позиции я перетасую колоду так это у нас будет мужские энергии женские и я возьму классику райдера давно я на ней не делала в принципе этой колоды я пользуюсь для обучения тару вот тоже я перемешаю а вы пока определяетесь с позициями и мы посмотрим ситуацию застоя в вашей жизни так если вы готовы то мы приступим и так позиция номер один голубенький камешек отодвигаем как обычно эти два сторонку так так видно видно значит позиция номер один застой моей жизни да почему он возник вот 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 и падает четверка кубков как раз таки почему возник застой вашей жизни потому что пришло какое-то присвещение на стабильность эмоциональная все рецепторы притуплены ничего не радует ничего не интересует ничего не хочется погрузился в сам себя как-то нету никакого желания до такое вот апатическое состояние но устал устал от всего от всех ничего не хочу ничего не могу понять никаких возможностей новых не замечаю почему потому что все что мне предлагается у меня такое ощущение что я это уже проживал я тоже проходил все похоже на то что уже было в моей жизни здесь такое знаете немножечко депрессивное состояние это не депрессия но вот вот это вот апатия да когда ну все наскучило до присытился всем все надоело ничего не хочу почему почему вот этот вот застой возник в вашей жизни потому что дьявол да потому что потому что ага знаете я никогда не говорю в раскладах о магии вот но хочется вот в этой позиции хочется сказать что если долгое время в вашей жизни ничего такого не происходит то здесь такое ощущение что присутствует какое-то внешнее влияние на вас и не буду говорить что это магия потому что это общий расклад но какое-то внешнее влияние влияние оно действительно есть потому что у меня выпадает дьявол и сразу верховная жрица и тут же корисничий три великих аркана то есть причина вашего состояния такого да с чем связано здесь я могу сказать знаете есть еще вариант того что слишком высока вашей жизни планка то есть вы сами себе поставили так высоко какую-то планку что как-то и не уверены в том что можете ее достичь здесь утащение того что знаете с одной стороны духовной с другой стороны материальность с одной стороны зенит с другой стороны надир то есть вот как-то знаете вверх и вниз две какие-то крайности причем не в горизонтальном о вертикальном положении и вот вы находитесь где-то посередине да то есть ваш путь и ощущение того что вас кидает то в одну сторону то в другую то вы хотите то вы не хотите но здесь точно есть какой-то выпадает мака здесь точно есть какое-то вот воздействие странная позиция у меня впервые такое хорошо здесь здесь почему у нас возникла причем колесничий и верховная жрица хорошая такая вот очень связка на уровне души здесь такое ощущение что окей если мы отбросим все эти магические воздействия то здесь такое ощущение что вы поставили для себя такую высокую планку именно то есть вы как будто вы проходите здесь какой-то духовный очень серьезный очень важный значимый урок своей жизни здесь а люди наверняка достаточно осознанные и здесь идет какая-то проверка ощущение того что знаете вот свет бьется с тьмой и кто выиграет и вы находитесь как будто бы посередине давайте посмотрим хорошо почему возник этот застой на этой колоде почему возник застой но здесь как будто бы моя перевернутая что почему возник застой потому что потому что время потому что урок какой-то проходите понимаете здесь очень важный урок урок вашей души урок проходите потому что вас как будто бы знаете вот вы должны пройти этот урок связан с тем что если что это за конкретный урок я не могу понять но если вы его пройдете да то есть вас пустят на более высокие уровни здесь как будто бы знаете вот проверка идет когда например ты вступаешь какой-то орден до мистические либо я не знаю находишь себе какого-то учителя и ты должен пройти инициацию то есть вот какую-то проверку да если ты пройдешь туда тебя пустят туда на более высокие уровни вы здесь какая-то специфическая ситуация и вы поэтому ну сейчас как-то зависли здесь ощущение того что вот за вашей спиной разыгрывается какая-то очень важная игра и все будет зависеть от того как вы ее проходите здесь вот что-то на тонком плане как какой-то урок вы проходите пока там разворачивается вся ситуация здесь материальном дверь и вы не можете ничего сделать да то есть первично она на тонком плане должна создаваться в мире идей и только впоследствии она материализуется так вот для того чтобы она материализовалась у вас сейчас какой-то вот застой да ничего не происходит потому что все разворачивается на тонком плане по образу и подобию то сейчас что-то строится для вас на тонком плане а потом она в дальнейшем материализуется вы об этом узнаете поэтому сейчас какой-то вот такой застойный момент а что это за ситуация мне самой стало интересно любопытно что это за ситуация выпадает иерафан то то что связано как-то с верой то что связано с высшими силами касательно вашего мастерства касательно вашего материального плана до что как-то вот вы не развиваетесь страхи здесь вот у вас как-то знаете наверно либо с деньгами какие-то трудности и сложности до либо вы как-то не можете реализоваться как мастер из-за каких-то страхов и здесь вот вас как будто бы нас ощущение того что вот если вы в материальном мире они станет самодостаточным вас на более высокие уровни духовные не пустят я участка будет обрешается ваша ситуация до по поводу вашей какой-то значимости и ценности здесь как будто бы взвешивается все за и против метка еще что как будто бы какой-то совет собрали и начинают ну вы кого-то вы ждете какого-то приговора либо решение суда кто-то более высокий значимый решает вашу судьбу если допустим мы уберем вот эту вот всю духовность то на бытовом уровне это может быть действительно сейчас происходит какая-то ситуация в вашей жизни когда вы ждете решения как эта вся ситуация разрешится и поэтому у вас застой ну например если мы говорим про отношения то решается другим человеком каким-то до ваша судьба будете вместе или нет если это работа то возможно на работе что-то решается оставлять вас или нет то есть вот что-то какое-то решение по поводу вашей значимости ценности что-то здесь такое проходит хорошо давайте посмотрим дальше для чего вам дан этот застой вы час мы краски разберемся для чего вам этот застой дан для того чтобы вы окрепли до для того чтобы нашли внутреннюю какой-то опору и перестали обращать внимание на мнение и других людей то есть перестали ориентироваться на внешние какие-то факторы и стали но более сильнее и вот тем самым вы как будто бы докажете высшим силам что да я способен пойти потому что понимаете здесь как будто бы вы пришли проходите какой-то рубеж и вы должны доказать что то куда вы идете до на пути вашего развития что вы достойны туда пойти вот я не зря сказала вот эти вот все мистические ордена что вы достойны туда войти до что у вас хватит сил и это не на словах а это надо как-то доказать на деле поэтому сейчас идет как будто бы вот это вот проверка чтобы вы как-то окрепли чтобы и стали более уверен чтобы перестали бояться мира перестали бояться взаимодействовать с другими людьми чтобы вы как-то стали более уверенными в себе чтобы проработали свою рану перестали ну заниматься самобичеванием и ненавистью к самому себе да то есть опять таки если мы говорим допустим в разрезе отношений дать вам того человека нового или нет так вот чтобы вы иного человека не профукали также как и свои прежние отношения то есть вам ощущение того что нужно излечиться в той ситуации в которой вы находитесь да и показать самой себе не кому-то самой себе либо самому себе что да я способен я могу и ну то есть все раны прошлого они уже ну залечены что у меня есть желание выйти взаимодействовать с миром здесь пока еще ну ваши внутренние изменения не случились то есть вам дается время на то что вы сами себя сейчас излечили что вы перестали быть зависимыми от мнения других людей что вы перестали быть зависимыми от каких-то внешних факторов до чтобы обрели какое-то свое мировосприятие такое чтобы оно было структурное что она была надежная да чтобы было на что опираться что вы прекратили здесь старые модели поведения должны уйти вот это вот отшельничество да меня ранили я закрылся мне кто-то что-то сказал покритиковал я закрылся я ушел там встретил человека он не оправдал мои ожидания я закрылся чтобы вот этого не было да что вы относились к жизни окей не получилось идем дальше да может быть нет и человека не нужен был вот что-то здесь такое мне показывают хорошо что вам делать что вам делать в этой ситуации стану хотя в принципе да я уже сказала но все равно что вам делать в этой ситуации вам нужно сфокусировать на том что вы хотите да то есть тот момент когда вы закрылись и сейчас и как-то не взаимодействуете напрямую с людьми потому что находится вот этом моменте застоя прекратить ныть в своем апатическом состоянии а бросить все силы на на то чтобы включить воображение на то что вы хотите то есть не мечтать а начать думать постепенно о том что вы хотите если вы хотите какой-то конкретный допустим профессиональной до сфере что-то чего-то добиться начать думать об этом то есть кем вы хотите стать каким человеком вы хотите стать я что вы можете для этого сделать вот знаете каждый день думать о своей какой-то мечте о своем каком-то желании и постепенно постепенно думая об этом вы перетекаете из своего прошлого либо нынешнего состояния апатического на то есть вы начинаете много думать о том что вы хотите и не обращая на это внимание то есть не замечая да как будто бы невзначай вы оказываетесь как раз в том состоянии всех энергиях которые притянут необходимое желаемое вами то что вы хотите здесь вот как раз таки нужно включить мечтания фантазии прям вот каждый день просыпаетесь и думаете вот как если бы а вот это у меня уже было да там кем вы хотите стать что вы хотите получить там отношения работа здоровье у каждого на свое думаете о том что это уже есть каждое утро причем не просто думаете а действуйте так как это уже есть вашей жизни то есть постепенно привыкать и приучайте себя к тому что это случится вашей жизни здесь все три карты говорят о мечтаниях о фантазиях представлениях знаете вот грезы какие-то да вот гляжу в тебя да и вижу то что я хочу то есть во всем надо видеть то что вы хотите если вы хотите счастье то во всем виде счастья то есть вы едите но садитесь за стол именно в состоянии вот как если бы я уже был счастливым да как бы я ощущал как бы я тогда ел как бы я тогда держал ложку как бы я тогда сидел до встали за стола вот если бы я был счастливым да как бы я смотрел на то как я допустим там мою посуду да как я общаюсь по телефону как я делаю какую-то работу то есть постоянно вы должны приучать себя быть в том состоянии которое вам будет необходимо ну как как то что вы хотели бы уже было реализовано что вам делать знаете пуститься в путешествие хочется сказать сесть на мотоцикл и укатить там если у кого-то действительно есть какое-то транспортное средство покататься покатайтесь по городу расслабьтесь посмотреть здесь нужно новые впечатления включите новые впечатления в начните что-то новое изучать своей жизни прекратите склеивать то чего уже склеивать невозможно ну то есть прошлое переключайте осознанно свое внимание на будущее до нацельтесь нацельтесь на то чтобы выйти из какого-то кризиса из каких-то обид прям знаете вытаскивайте себя осознанно но не вытаскивайте вот я бедный несчастный поэтому не получается давай я подумаю о чем-то хорошем нет прекращайте думать что вы то есть понимаете не мыслите как больной человека мыслите как здоровый вот больной о чем думают о я хочу выздороветь ну вот час приму таблетки но то все равно он делает акцент на болезненность а вам надо делать ну то есть а как мысли здоровый человек да он вообще не думает о своем здоровье просто начинает что-то делать там занимается спортом куда-то ходит ну потому что у него ничего не болит он здоровый я больной человек да он думает вот сейчас я еще вот здесь подлечу сейчас вот это сделаю а потом буду то есть все равно мысли больные вот вам вот не мыслите как больной обновитесь обнулитесь до расширьте свое сознание начните мыслить намного шире начните мысли другими категориями которые вам непривычно разрешайте себе намного больше вещей чем вы себе разрешает подурачьтесь не будьте такими серьезным не будьте такими занудами примите наконец-таки решение да то что вам необходимо какое бы оно не было просто примите решение хватит топтаться на одном месте да хватит вот это вот не маятник да и и вашим и нашим и красивым и умным и я не знаю кому себя отнести да какая разница кому себя отнести идите своим путем да то есть не обязательно быть похожим на кого-то будьте похожим на себя найдите в себе вот эти вот силы ресурсы вам нужно срочно поменять ваше мышление не думайте есть категория мышление от так когда мы убегаем от чего тогда то есть например я хочу быть стройным человеком и мы думаем да то есть я сажусь на диету для чего для того чтобы не быть больным чтобы не быть толстым то есть когда мы убегаем от чего-то а есть мышление к чему-то когда мы говорим что например Я хочу быть стройной, потому что мне это дает здоровье Потому что я буду счастливым, потому что я буду красивым Потому что я буду нравиться себе, потому что я буду любить себя То есть мы к чему-то стремимся Так вот у вас сейчас мышление от Вы как будто бы убегаете от чего-то Вам не надо убегать, вам надо наоборот мыслить категориями того Что вы хотите иметь Хотите иметь большую сумму денег На что вам эта сумма нужна Что вы с ней делаете, купите дом Представьте, что вы уже живете в том помещении Которое вас радует, будучи в том доме, в котором вы уже живете сейчас То есть я, например, тогда буду, я не знаю, присматривать Какие занавески нужны, какие там обои Я не знаю, что в новом доме вам понадобится Какой-то интерьер Сядьте за компьютер, поищите этот интерьер То есть представьте, что это уже есть Сделайте вот эти фантазии своей реальностью Тогда мозг, если вы это будете делать каждый день Понемножку, понемножку Тогда мозг постепенно вас перебросит в эту реальность И он вам к ее притянет И вот об этом у меня была первая позиция Не буду я собирать карты, как сделала в прошлый раз Потому что, ну, они выпадают снова И получается как будто бы одно и то же, одно и то же Слава богу, колоды хватает Если карт не хватит, я возьму другие колоды Не суть Так Перекроем вам шутом Обнулинием Это была у нас первая позиция Мы с вами переходим к позиции номер два Красненькому камешку Давайте двойки посмотрим Заслой вашей жизни Почему? Почему у вас застой в вашей жизни? Почему? Как-то все то новое, что-то не может родиться Принять решение не можете Застои, потому что не можете принять решение Как-то абстрагируетесь, держите дистанцию Больше думаете, да? Либо застой что-то Вот что-то не развивается Как-то вот разродиться не может Что-то в профессиональной сфере У вас не может как-то разродиться Что-то много думаете Как-то планируете Ищите ответы на вопросы И не получается Много мыслительного процесса здесь Хорошо Почему? Почему застой в вашей жизни? Почему сейчас застой в вашей жизни? Так Есть ощущение такое, что вы как будто бы ждете одобрения кого-то Да? Признание Чтобы вас признали Причем признала женщина Если вы мужчина, чтобы вас признала женщина Если вы женщина, чтобы вас признала мама Не знаю, почему Либо какая-то вот тетя, либо старшая женщина Какое-то признание Почему застой? Потому что Такое ощущение, как и в первой позиции Что слишком много слушаете мнения других людей И вы как будто бы не проживаете здесь свою жизнь Да? То есть каждый человек вам указывает Как надо, что надо А ваши глаза как будто бы завязаны Вот здесь вам говорится о том Что нужно Пришло время послушать себя Причем, знаете, не голову А именно послушать свое сердце Что хочет ваше сердце, ваша интуиция Знаете, здесь ощущение того, что вам нужна какая-то тишина Временная, затишье Чтобы услышать тоненький голос внутри вас Прям абстрагируйтесь от всех Закройте глаза Закройте глаза на мнение других людей На то, как живут другие люди Вот прям услышите себя Сконцентрируйтесь И выпустите эту стрелу в свою цель Здесь как будто бы, знаете Вот вы привязаны Недавно был пост в сообществе про сказки Так вот здесь снежная королева Сидит И вот маленький мальчик Кай Привязан к этой снежной королеве Здесь как будто бы вы привязаны Я говорю, вот здесь вы как будто бы Зависимы от какой-то женщины То ли это ваша мама То ли ваша тетя То ли ваша начальница То есть здесь какая-то вот зависимость от другого человека Вы как будто бы привязаны Знаете, как будто вот самостоятельно я не могу решить И это вот Вызывает у вас какой-то застой Так Причем, знаете, вы как будто бы какой-то вот послушный такой ребенок Вот что вам говорят, то вы и делаете Для чего вам этот застой? Для чего вам этот застой? Ну, во-первых, хочется сказать, чтобы вы пересмотрели Да, вот здесь для пересмотра Да, реально для пересмотра нужно, чтобы как-то вот прошлое отпустили Отпустили прошлое и ощутили в себе силу Знаете, вот когда вам все указывают, говорят, 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 что делать, как делать Потом в какой-то момент вам это надоедает Вы вот всех послали в висячие сады Вавилона Вот, и чтобы они в этом саду отдыхали А вы в это время, да, как будто бы прислушали себя к себе И обрели внутреннюю силу, да И вот прям здесь человек на лошади, да, на полной скорости скачет И вот это вот ощущение свободы, да То есть, наконец-таки я высвободился То есть, здесь чувство, как будто бы вы должны захотеть этой свободы Вот почему? Потому что на двух картах нету свободы, да То есть, в принципе, мальчик привязан к снежной королеве какими-то ниточками Здесь даже ни веревки, ни оковы, ни цепи В любой момент может их разорвать, порвать и уйти, да Ну, то есть, ничего вас не держит Это настолько тонкие такие привязки, что их разорвать достаточно легко Ну, вот здесь, как будто бы вам, знаете, как этот Видели же, да, в интернете картинку огромного слона У которого на ноге цепь И он вот этой цепью привязан к какому-то тоненькому дереву То есть, достаточно этому огромному слону просто ногой дернуть Вот, и это дерево сломается, он может высвободиться Вот здесь что-то такое аналогичное Но он настолько привык, да, что вот это вот чувство свобода Оно ему чуждо Он даже если высвободится, он не совсем поймет, а как теперь жить, да Как свободный, то есть, ну, а могу ли я? Здесь такое чувство, что вот вам нужно захотеть этой свободы Потому что вы настолько привыкли, что вот как-то не совсем даже и понимаете А куда вам идти, да Да, окей, то есть есть, допустим, цель Хочу высвободиться, да, хочу избавиться там от семьи, от обязанностей, от еще чего-то И вы привыкли только думать об этом А дальше, вот как если бы я высвобожусь Придет ко мне эта свобода, как я буду жить тогда У вас такого плана нету Да, то есть, я хочу развитие Но окей, если вам кто-то скажет Да, мы тебе даем это развитие, а что потом? Вы будете в замешательстве То есть, вы не поймете дальше Потому что дальнейшего видения нет Вы дальше не думали Вы дальше не смотрели в эту сторону Поэтому вот сейчас, возможно, и есть вот этот вот момент для вас Чтобы вы представили, как если бы вы отпустите это прошлое Куда вы пойдете дальше, да Что вы будете делать, какой путь вы для себя выберете Хорошо И что вы будете делать, да Что вы будете делать вот для этого застоя Либо что вам нужно сделать для этого застоя, чтобы выйти Ну, колесо фортуны, да, здесь нужно изменить Изменить Причем нужно самому стать хозяином своей судьбы Да, закрутить то колесо фортуны Выйти из этой цикличности Перекратить ждать какого-то решения, да Стать ответственным за свою жизнь Вот то, что я и говорила ранее, да Нужно захотеть быть свободным, да Нужно захотеть выйти из этого застоя То есть нужно вот расправить свои крылья, да И полететь Здесь такое ощущение, что Здесь бабочка, у которой намокли крылья И она никак не может полететь, да То есть здесь вам нужно просохнуть Просохнуть, согреться Согреть свое сердце, да И понять, что на самом деле вас никто не ограничивает Это вы, и вас никто не привязывает По сути, это ваша привычка Это ваша модель так быть, да То есть все ключи решения, они есть у вас Но вы в эту сторону В сторону решения задачи Вы не знаете как быть То есть вы привыкли быть в той позиции В которой вас приучили А что-то другого вы об этом даже и не думали То есть, знаете, желание вот этого вот Свободы полета У меня везде здесь крылья выходят, понимаете Везде этот полет Настолько о нем мечтали, что уже состарились А потом уже, знаете, как-то Ну уже старый, куда я полечу? Уже возраст не позволяет Вот здесь как-то так об этом И вам остается только Ну как-то вот завидовать, да Свободе других людей Почему? Потому что сам-то я как-то вот Ну, тело что-то профукал Так вот, чтобы этого не было Независимо от того, сколько вам лет, да Расправьте свои крылья сейчас Вот именно сейчас Не упустите этого момента И вот, скорее всего, этот застой Он вам был, да Для того, чтобы вы услышали то, что я вам сказала Чтобы не было поздно Вот здесь такое ощущение, чтобы Смотри, чтобы потом не было поздно То есть, все, что можно сделать, сделай сейчас Да, то есть, увидь и сделай Не оставляй на потом Так, и у нас третья позиция Зелененький камешек Почему застой в моей жизни Да, почему застой в моей жизни Потому что завершение Какое-то завершение Да, и вы должны стать победителем Вы должны ощутить себя победителем То есть здесь вы должны что-то завершить Знаете, здесь даже не то, чтобы завершить А понять Вам должно прийти осознание того Что вот ваше мировосприятие Вот эти 10 мечей, которые забили человека В классической колоде райдера Они говорят о том, что вот эти вот мечи Это ваше суждение Это ваше убеждение И вот ваше собственное мировоззрение И где-то категоричность в чем-то Оно привело вас к тому, что это вас убило То есть вы настолько выстроили себе рамки Как надо, как правильно Как можно, как нельзя Что в конечном итоге Сами себя и закололи Так вот, ваш застой Почему? Потому что вы должны поменять Свои взгляды на жизнь Вы должны стать победителем Над чем? Какую победу вы должны одержать? В конкуренции, внутренней борьбе С самим собой За что вы боретесь с самим собой? За то, что, знаете, что-то хотите новое выстроить Причем у троек, я не знаю Последнее время, последний расклад Все время выпадает тройка пендаклей Говорящая о том, что что-то новое вы хотите построить И, возможно, где-то сомневаетесь Что из-за конкуренции Получится ли у меня это или нет Как-то вот вы не уверены в своем этом собственном желании Желание-то есть, но как-то уверенности нет И вы как будто бы себе бросаете вот этот вызов По крайней мере, это вы должны сделать Что вы готовы к переменам Вот перемены Вас ожидают какие-то тройки перемены Не знаю, в каком этапе вы находитесь Но уже второй расклад, который показывает Про перемены Именно про становление себя Королева мечей и королева жезлов Знаете, принятие какого-то решения Изменить себя Вот стать другим человеком Каким? Каким? По умеренности, знаете Вот как-то сбалансированным человеком Причем умеренность Такой интересный аркан Который умеет Как бы так сказать Умеет управлять своими эмоциями То есть он не впадает в крайности Либо в одну сторону В позитивную, либо в негативную А он находит, знаете, вот именно Вот эту вот золотую середину Четко понимающий Что любые крайности Они забирают очень много сил И очень много энергии И только когда я буду сбалансированной Когда я буду в меру все делать Тогда я буду успешным То есть я не буду вливать много сил Ни в одну сторону, ни в другую А вот именно буду идти по умеренности И здесь вот ощущение пути какого-то духовного Вы вышли на какой-то духовный путь Путь исцеления Что вы исцеляете в себе Смерть, аркан смерти Вы меняете свое сознание Вы меняете свое мировоззрение Полностью Полностью То, как вы мысли Ранее Вот я говорю Это уйдет Вы по-другому научитесь Либо должны научиться Думать иначе Другими категориями Вы должны поставить точку Потому что время пришло Понимаете Ваше сознание изменилось Время пришло По-другому По-другому По-тройке кубков Как-то более легко Более проще Более Ну, во-первых Окружение свое изменить Влияние других людей На вас Стать более активным Более позитивным В принципе, это и есть Ваша природа Не нестись куда-то Сломя голову А Идти Знаете Вот Загораться Какой-то вот идеей Которая вас будет воодушевлять И идти к ней На реализацию Этой идеи Стать как-то, знаете Более храбрым человеком Ощущение того Что вспомнить себя Вы были когда-то Таким человеком Потому что Что-то в вашей жизни Произошло И вы изменились Вы стали другим И вот сейчас Вы должны стать таким Каким были ранее Храбрым Позитивным Уверенным в себе Добрым Открытым Честным человеком Огненным Веселым Перестать обманывать себя В чем вы себя обманываете В том, что вы Периодически Останавливаетесь На своем пути И начинаете Анализировать Что и как То есть Остается Ну, знаете Как говорится Съели всю лошадь И остался только хвост И вот этот вот хвостик Все никак не можете Его доесть Все как-то Шаг остался Вы закрываетесь Вы периодически Останавливаетесь Думаете А надо Или нет Ну, то есть Перед финишем Там осталось Разрезать эту красную ленту И вы уже на финише Вот вы в последний момент Вдруг останавливаетесь И думаете А надо ли мне это делать А что меня ожидает потом Так ты пройди Эту финишную прямую И потом разберешься Так вот вы этого не делаете Так Почему Да, мы спросили Почему у вас застой Потому что вам нужно Поменять свое сознание Для чего вам дан Этот период Застоя Ну вот характерное Посмотрите Пей И вот здесь вот зелененький Росток новый Дает Ну, растет То есть Старое умирает Карты вторят Говорят о том Что здесь вот дерево упало И новое прорастает Для чего? Для того, чтобы что-то новое проросло Чтобы новое проросло Вы должны это дерево Старое убрать Да Расчистить пространство Для Чего-то нового Чтобы оно выросло Вы должны освободиться Вы попали Знаете Как будто бы в плен Какой-то вот Каких-то сил Да Здесь амазонка на лошади И поймали Мужчину в плен Вы должны как будто бы Высвободиться От какого-то плена Да И вот здесь вот Посмотрите Здесь мужчина освобождает Открывает плен Да выйти в плен И вот здесь вот плен Как раз таки это ваших мыслей Ваших убеждений По десятке мечей Каждый меч Это ваше убеждение Вы попали в плен В ловушку Своего собственного мышления Своих собственных убеждений Вы должны выйти из этого Угу А вы должны выйти Знаете Вот эта вот карта Женщина Соблазняющая Такая Внизу скорпионы И вот здесь вот этот Как этот Восьминог И все такое Вот она как будто бы Соблазняет Вот это вот чудовище Такая сексуальная поза Да знаете Вот Какая-то игра И в данном случае Здесь вот это вот Соблазн идет Как соблазн Жизнью Да то есть Захотеть Ну вот этой вот Игры жизнью Да Как бы это сказать Как вступить в некий Такой танец Жизнью Как это вот Понимаете Вот эта сексуальная энергия Это ведь энергия жизни На самом деле Да то есть Через секс У нас рождаются дети Вот вам Вот этой вот Сексуальности Не хватает Вот этого вот Огня Внутреннего Желания Да Что-то вот Сделать такое Для чего Дан вам застой Чтобы вы Обуздали Свои Вот эти вот Силы Да Чтобы вы Ощутили себя Тем человеком Который может Управлять Вот прям Как по умеренности Здесь девочка Ведет дракона Причем белого дракона Не черного Да Как будто бы Вот Войти в коннект Со своей душой Вот прям Вот как Аркан умеренности То есть Создать контакт Контакт С высшими силами С чем-то Да Если нужно Прям вот Необходимо Попросить Какой-то помощи Почему Свыше Да Вот прям Помощи Свыше Нужно попросить Там девочка Просила помощи Сейчас здесь Черная пантера Как будто бы Выходит Из своей Берлоги Да Для чего Для чего Вам был дан Застой Знаете Вот как будто бы Вот эти вот Две силы Ваши Внутренние Которые есть Да С одной стороны Подчиниться А с другой стороны Стать более активным Чтобы вы соединили Здесь вам нужно Как-то свои страхи Страхи укоротить А какие у вас Страхи Укра есть А у вас есть Недоверие Того Что Жизнь Может дать вам Возможность Посмотрите Здесь набережная Песочная Вот Песок И Ракушки Жемчужины И все такое Ну очень красиво Да Что вы как будто бы Не верите Что это реально Да Что это возможно Что вы сможете Показать свой внутренний мир Да Свою внутреннюю красоту Что она вообще Нужна кому-то Я говорю Показать И посмотрите Мужчина подглядывает Внизу Женщина подглядывает Сверху Вы как будто бы Смотрите На мир А мир смотрит на вас Да Вот вы как будто бы В гляделке играете И не верите Да С чем связаны Ваши страхи Но что вы не верите Ну что вы можете Получить То что вы Хотите То что вы У вас получится Да Вот это вот Перерождение Новое Пойти в это Новое То что вы хотите Что у вас Здесь как будто бы Знаете Грань такая И красной линией Вы не можете Ее переступить Да А там Новая жизнь Да Там вот Все яркие краски Да То что вы хотите Вы как будто бы Ну не можете Переступить Останавливаете себя Что нет Нет Это иллюзия Нет Это не так Вы можете Это сделать Ну то есть Вас никто не останавливает Кроме вас самих Что вам делать В этом застое В котором вы находитесь Что вам делать Шестерка кубков Что вам делать Очиститься Вспомнить Вот я же говорю Не случайно Были вы таким человеком Вспомнить Когда вы были Таким человеком И аркан мира Вот я и хотела сказать Что вот его только Не хватает Как слияние Да Слияние двух сил Двух противоположностей Прийти вот к этому Единству Внутри себя Да Слиться с Творцом 21 аркан Это завершение Это конечная точка Все этапы прошли Все пройдено Да То есть у вас Открывается новая возможность Что вам сделать Шагнуть Сделать шаг вперед Довериться Довериться себе В первую очередь Тем силам С которыми вы Взаимодействуете А для этого Вам нужно выстроить Контакт с ними Да И шагнуть вперед Довериться Что вы Вы сможете Да Шестерка мечей Пойти в новое Оставить все свои Старые суждения И Двинуться вперед Не держаться за то Что уже Не имеет смысла Но когда-то Это было очень важным И ценным Для вас Да Знаете Вот прям Шагнуть В эту Эмоциональную Пучину Вы боитесь Что вас накроет Эмоции Угу Когда рядом С вами Кто-то Будет Но у вас Есть рядом Человек Очень верный Преданный Вам Что вам делать Ловите возможности Ловите шансы Не упускайте Двигайтесь Двигайтесь Вперед Не бойтесь Своих Страхов Вы боитесь Предательства Вы боитесь Предательства Вы боитесь Снова Обжечься Чтобы вам Не было Больно Вы боитесь Что это все Что вы себе Надумали Это иллюзии И что вам делать Не бояться Не бояться А вы не поймете Это иллюзии Или нет Вам просто Пока вы это Не сделаете Вы уже Много раз Обжигались И поэтому Вы уже Не хотите Этого делать Вот Но А вам говорят Нужно Хочешь Не хочешь Вам говорят Нужно Хочешь жить Тебе нужно выйти Из этих ограничений Мы начали С десятки мечей И вот посмотрите Да Дерево Которое выходит За преграды Она нашла Лазейку За преграды Забора Вот этого И вы как это Дерево Должны выйти Ну переродиться И до этого Мы говорили Про дерево Хочешь Не хочешь Жизнь такова Вам нужно будет действовать Боитесь Не боитесь Это второстепенное Первичное Ну Двигаться вперед Нравится вам это Или нет Можете вы это Или нет Вас никто не будет Спрашивать Надо Пойдете Либо сами Либо вас Поведут туда Ну лучше Добровольно Чем Принудительно Ну а если Серьезно То В страхе Есть ваша сила Да Если вы пойдете То Во что вы боитесь Вы будете Ну приобретете Намного больше Ресурсов И больше сил Как минимум Вы можете себе сказать Что я попробую Потому что Вы получите Прекрасный опыт Да То есть даже Если у вас что-то И не получится Даже если вы снова Столкнетесь с иллюзией Вы получите Очередной опыт И в какой-то момент Даже когда Очень много Болезненных опытов Да Вот прям Череда Одно за другим Одно за другим Безусловно То счастье Которое вас ожидает Оно будет Сопоставимо С теми Разочарованиями И болями Которые вы прожили То есть Чем больше боли Вы прожили Тем больше счастья И радости Вас ожидает впереди Согревайте Своё сердце Этим И это не есть Обман Либо иллюзия А это полоса Череда Белая Черная Так устроен Наш мир Поэтому В какой-то момент Вы себе Должны придумать Какую-то установку Которая будет работать И помогать вам Чтобы вы шли В эти страхи Потому что Это вас останавливает То есть По сути Ваша внутренняя Какая-то граница Которую вы не можете Переступить Поэтому Придумайте для себя Какую-нибудь Фишку Которая поможет Вам перешагнуть И попробовать В очередной раз Только убирайте Ожидания Тогда Не будет так болезненно Тогда вы научитесь Видеть Скорее всего Вот эти болезненные истории У вас были связаны С тем Что Сложно Ну то есть Вас учили Различать Где есть иллюзия А где есть реальность Чем быстрее Вы научитесь И будете смотреть На это здравым Холодным умом Да Тем Меньше Болезни С меньшими болезнями Вы столкнетесь Поэтому у вас Аркан умеренности Это и был Да То есть терпение Терпение И смирение Но при этом Не покорность А понимание Того Как все устроено И спокойно Я иду Да Очередная Неудача Либо удача Это только Мой мозг решает Поэтому я продолжаю Идти Туда Куда Меня Ведут Убираю Все ожидания И С каждым разом Реальность Она будет Все так Более Безопасней И более Приятней Вот Как-то так Я с вами Прощаюсь Хочу пожелать вам Отличной Прекрасной Рабочей Недели До новых Раскладов И на этой неделе Я планирую Ну Начало месяца Планирую провести Эфир Следите за Анонсом Прощаюсь Всем Пока-пока Продолжение следует...